Сверху команды Фурия и Триумф. И в рамках этой карты будет разыгрываться все-таки звание чемпиона и фаворита, понятное дело, это Фурия. Хексирата не против это доказать. Красивые два хэдшота на втором виду. Подключается, кстати, дроп. Произошла у нас замена, но об этом чуть позже. Три в одного. Хейт. Надо все исправлять. За 30 секунд времени погибло целых 6 человек на сервере. Ну и понятное дело, здесь Фурия, наверное, все-таки пистолетку, очевидно, забирает. Но не будем спешить. Вдруг Арт сейчас промахнется и отпустит. Но это, наверное, вряд ли. Да, сгрызает спинку Хейта. Зафорсить события. Мак-10 теки. Раскид по точку Ай. И, по всей видимости, будет быстрый выход в этом направлении. Винни на приеме зашивает еще второго смог. Юрий подключается. Минус по Жоржу. И Сигзи и Виллс остаются вдвоем. Отличная реакция. И Виллс с Мак-10, к сожалению, так здесь и не сыграл. Это, друзья, 2-0. И самое главное, ни в коем случае не терять свои девайсы. Хотя Виллса тут пропустили. Наколедовал целых 2 фрага. Периодически еще тот самый Николас, да, на тренере участвовал. Но дроп. Скажем так, новенький обновленный состав. Как я понял, он уже игрок утвержденный. И подписанный. Но, если честно, я не сильно следил за Хурией. Если что, подскажете. Все. У нас 3-0 формируется. Все очень легко. Будет ужасно тяжело. Но не попробует. По хейту залетела осколочная. 27 кп остается. Хороший врыв. Но Винни с Юрием по фрагу. Юрий еще и забирает Виллса. К сожалению, не сыграл боец, который должен был через бойлер в теории. Он тусуется. Бомба ставится. Арт вычисляет. Не видит его за фонтаном. Но по итогу задачи минимум сделал. И все-таки это 4-0. Так вот. Дроп, который пришел на замену. Поэтому хейт уже на готове. Арт в режиме ожидания. Уже устали. На самом деле. Тут ждать этих триумфов. Хейт с Солянов открывается. Юрий добирает Сигзи. Туда же и бился. 5-0. Все пока что действительно очень и очень. Кидывает свою за 200 баксов. Ну и выход все-таки будет. И вот он есть. Пирата. Просто с Преем делает 2 килла. Третьего хейта добирает. Остальные решили все-таки не участвовать в этом. И по итогу дроп. Молодой. Украл этот эйс у старичка. Этого клан тега. И возможно оказывать результат. 6-0. 6-0. Триумфы закупаются. Ситы бьют по фрагу. И уже 2-3. Ну, кстати, на самом деле есть шансы на этот раунд. Вопрос пойдут ретейкать или нет. Но, наверное, все-таки... Наверное, все-таки... Буря на карте. Второй волной раскид. Успевает откинуть флешку. Серато. Не получилось засолить. Жорч еще и второго забирает. Неплохо. Ну, что? Так, может быть, еще раз нужно упомянуть про Мстителей. И они еще один раунд возьмут. Это действительно неприятно. Так, Виллз. Забирает дропа. Откидывает флешку. И там остался один арт. Накидывает, скорее всего, именно Виллз. Гранатки. Именно... В него поверил Сигзи. А по итогу полез без них. Ничего себе. Но по итогу... Вот вам, пожалуйста. Трифт-три. Зонится в сайде у нас Юрий. Нельзя такое проигрывать. Хотя сейчас погиб арт. Это очевидно, что будет выход под Б. И вот он оформляется. Но все рато, по всей видимости, не против постреляться. Без тиммейтов. Хотя тиммейт один уже рядышком на банане. На подходе. На месте Юрий. Помка из имплэнта. Там еще и по шивам залетело по голове. И они проиграли. Большинство. Ай-яй-яй-яй-яй. Девять. Ее проходят дальше триуфы. Арт промахивается. И Джордж с глака. На минуточку. Килл свой делает. Ксерату на размене. Решил все-таки тут Джордж пропушить. О, залетело сквозь смок. Билдс открывался. Под этот шквал. Пулик. Но все равно 2 в 3. Все равно шансы для триумфа присутствуют. Очень уверенно действуют. Увидел, что с гранатой в руках. Ксид с гранатой в руках погиб. Уже 2 в 2. И времени, в принципе, достаточно. Киты есть на поясе, как у одного и второго. Открывается снайпер. Но все-таки он не промахивается. Успел отзониться за Б3. Дроп его услышал. И все-таки... Это третий. Поздравляем. Здоровенькие булы. Неплохо. Прилетает, кстати, Молик за цемент. Юрий, по всей видимости, нащупал. Игрока он услышал. И вроде бы хейт тоже. А там Ксерата сжег своего молодого из Академки. За что молодого-то сжег? В том раунде, помните? Когда Ксерата четверых спреем добрал. А дроп украл у него эйс. И пятого все-таки ликвидировал. Ну вот вам, пожалуйста. Наверное, здесь была ответка. Арт, смотрите, как уверена. Но Джордж его все-таки переиграл. Не отреагировал на эту флешку агрессивную. И четвертый раунд для Триумф. Молодцы. Я жду. В двух моделях откидывается как одна и вторая флешка. Еще и третья. Ксерата под нее играет. Сигзи на размене. 25 секунд времени. Один в три. Ну, надо ставить. А это фейк. Но теперь, наверное, все намного будет тяжелее. Там уже через банан подключается Юрий. Оу, неплохо. Еще один фейк. Минус красный по одному. Но все-таки дроп. Молодой и... Ну, тяжело это будет сделать. Там есть еще и один смог. Благо, что он находится не на этой позиции, а на ребрах. Дроп. Минус Джордж, который в соло открывался. Дроп еще одного засолил. А это, кстати, блоксерата. Украл у молодого фраг. Билс и Хейт остаются вдвоем. Юрий успевает перезарядиться и уйти в сейв. Прошивает краснючего Билса. Хейт с ушками. Один в три. Бомба ставится хладнокровно. И есть попытка, по крайней мере, побороться. И сейчас спинку. Надо его забирать. Арт промахнулся. Но со второго раза все-таки пуля настигает своего оппонента. И одиннадцатый. Джордж делает свой первый килл. Винни уже уволен. И флешечка. Шикарный от Хейта. Ксид благополучно этим воспользовался. Арта забирает. Но там молодой дроп нашел. Все-таки размен по Джорджу. И ситуация 3 в 4. Чтобы это разыграть, бы не выходили ни в коем образом. Они под одного. Но, кстати, вовремя подключается Билс на помощь. Как же вовремя. Сюрот, еще второго забрал. Ладно, первый килл. Но второй-то какой залетел. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же хайлайт. Хейт остается один в три. Знаю, где он находится. Можно просто скипать этот файт. И лететь под банан. А тут дроп ждал с трофейного Юспа. И по итогу рамзак. Джордж с 5-7 свой оправдал. Падает Сирата. 20 секунд. Минус Билс. Открывается Джордж. Знаю, что слева находится один. Хейт успевает взять свой килл. Кстати, Винни так и не сыграл в этом раунде. И по итогу Ксид. Один на банане. К сожалению, тут, скорее всего, не спасает. Хотя Винни все время был в спине. Планировался план Капкан. Но по итогу справились и без него. Это тринадцатый. Наверное, все-таки подсевить надо здесь срочно. Этот Галил. Но на шести хп Ксид идет дальше против двоих. Без китов. Удивительно, что он верит в себя, если честно. Но я думаю, все предполагают, что процент, что он выиграет, меньше одного, наверное. Билл, скорее всего, прогренили его с двух. Хо-хо, хейт. Еще голова по Винни. Хейт. Два ушка, два килла. Тут еще и сработал Зевс. Но выживает боец. Это у нас был Сирата. У него 24 хп. И три в три. И два опорника под БСХ. Сигзи увольняет красного. И остается дроп на Калаше. И Арт, у которого Галил и 13 хп. Сигзи подозревает, где может находиться Арт. Хороший смок. Можно проверять сайт. Дроп максимально морозится. Арт вообще зашивает сквозь смок последнего. Ну и дроп минус-спорник. Это Жорж с ппшкой. Арт знает про него. Открывается. Дроп его ликвидировал. Параллельно Юрии на двадцатке минус по Сигзи. Знает, где находится Хейт. Юрий решил не стреляться. Бомбу необходимо срочно забирать и устанавливать. Хейт на мужика сыграл. И это сработало. Три в три. Бомба забирается. Как бы его не подловили. Сирата понял, что уже поздно. И по итогу может успеть отзониться и спрятаться. Но решил просто ждать. И возможно его даже не проверят. Хейт падает в прыжке. Его забирают. Ксид отличное прикрытие. И это, по всей видимости, пятый. Шансы-то резко увеличиваются. Правда, я не знаю, где находится Арт. Но Арт попробует это доиграть. Ну что, Арт? Я в твоих руках. Двадцать секунд. Минус один. И был рядом. Но чуть-чуть не успеем. Тоже в курсе. Идет, игнорируя Молик. И под флешку. Ксирата дроп делает свой килл. 16-5, друзья. Именно с таким счетом заканчивается матч. Пуря подтвердили звание фаворита. И на этом действительно конец. Но матчи продолжаются. И на этом канале... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова